В эфире седьмого новости в студии Алиси Татар. Здравствуйте. Бойня на французском бульваре. Двое неизвестных неожиданно напали на прохожих и рабочих, которые в тот момент укладывали покрытия. Били всех подряд и, по словам свидетелей, были крайне неадекватны. В качестве оружия двое молодчиков использовали металлические пруты, кирпичи и тротуарную плитку. Всего от рук злоумышленников пострадало шестеро людей. Подробности узнаете в конце выпуска этого новостей. Это кровавое событие уже прокомментировал и начальник полиции в Одесской области Дмитрий Головин. Он дал крайне негативную оценку произошедшему. Ее озвучил на своей странице в сети Facebook. Я с повагою ставлюсь до спортсменов, особенно для тех, кто занимается силовыми видами спорта. Но если ты даже чемпион света, то, на мою думку, демонстрировать свою майстерность следить на рингу, а не на улицах города. Такая поведение – это просто ганебно и недостойно. Нашелся сын директора национального парка «Тузловские лиманы» избитым. А я напомню, сегодня утром его на Днестре во время рыбалки похитили неизвестные. Как сообщил сам Иван Русев, браконьеры, которые орудуют в парке, напали на его сына и потом увезли его в неизвестном направлении. Пожар на площади 50 квадратных метров разгорелся в Аркадии. Возле популярного одесского пляжа, недалеко от центральной аллеи, горел первый этаж ресторана «Стронг Хаус» и примыкающие к нему комнаты отдыха. Пожар начался около 10 часов утра. В это время внутри помещения были люди, а на пляже рядом находились отдыхающие. На момент возгорания находились на месте сотрудники ресторана, которые до прибытия подразделений пытались своими силами потушить пожар. Посетителей не было, слава богу, на момент возгорания. Тем не менее, пострадавших погибших на пожаре нет. На место происшествия прибыли 10 машин спецтехники и более 30 спасателей. Через час огонь потушили. Причину пожара устанавливают. В Суворовском районе покончила с собой молодая девушка. Девушке было 19 лет. По предварительной информации полиции, она прыгнула из окна 13 этажа на улице Добровольского. Инцидент произошел вчера днем около половины третьего. Правоохранители сообщают, девушка из благополучной семьи в последнее время переживала стресс из-за учебы в университете. Впрочем, версия о суициде не окончательная. Ее еще будут проверять. За словами матери, у девушки были проблемы с учебом. Вона очень хвилювала. И на этом грунте в ней возникли какие-то суицидальные нахили. Вона таким чином вчинила самогубство. Установлюются все обставления. Придутся следствия, чтобы провести следствие и понять, что это действие самогубства, или нет, потому что предсмертные записки не будут. В Одесской области случаи кори лабораторно подтвердили у 222 человек, из них 166 детей. По информации обладминистрации, всего с подозрением на корь под наблюдением врачей находится 314 человек. Заверяют, что эпидемии нет. А вот от ботулизма в области с начала года погибли уже 3 человека. Что касается ботулизма, у нас подтверждены 3 случаи с начала года. На жаль, в Италии один сейчас находится на лабораторной диагностике. Мы, может быть, один из многих, а может, только один регион в Одесской области, где мы имеем запас ботулинованного токсина. У нас 26 доз сегодня есть. В Одесской области к новому отопительному сезону готово порядка 30% жилого фонда. Об этом стало известно на аппаратном совещании. После прошлого сезона предприятия региона задолжали больше полутора миллиардов гривен. Причем большая часть из них – это теплоснабжающие компании Одессы. Подробности далее в сюжете. Теплоснабжающие предприятия Одесской области задолжали нефтегазу Украины, Укртрансгазу и Одессагазу – миллиард 564 миллиона 700 тысяч гривен. Самые плохие показатели у одесских компаний. Найбільшими буржниками этих бургов є теплопостачание міста Одессы. Сумарная заборгованность этого предприятия становится 523,1 миллиона гривен, або 33,4% от загальной заборгованности всех предприятий. В свою очередь, неплательщики ждут перечисления из госбюджета около 428 миллионов гривен. Еще около полутора миллиардов дополнительно нужно в Одесской области для субсидий на оплату ЖКХ. На этой неделе Кабмин должен рассмотреть этот вопрос. У нас есть на этот год Одесской области было предусмотрено 878 миллионов. Это катастрофически мало. Нехватка у нас составляет еще полтора миллиарда, миллиард 547 миллионов. Цифра 878 миллионов была предусмотрена в том числе с полным завалом работы по выдаче субсидий, которые были в прошлом году. Как отметили чиновники, готовность к новому отопительному сезону составляет примерно 30%. На склонах над Чкаловским пляжем идут непонятные работы. В течение последних нескольких дней проходящие мимо отдыхающие стали замечать, как рабочие рубят ветки деревьев, копают ямы, заливают их раствором и устанавливают там столбы. Совсем свежее, скорее всего, вчера днем это делалось. Признаки работ видны на достаточно обширном участке склона. Кто и что собирается здесь делать, пока выяснить не удалось. На грани обрушения, на улице Садовой 3, вот-вот обвалится фрагмент углового балкона. Он нависает над тротуаром, где ежедневно проходят сотни людей. Так что в любой момент может произойти трагедия. Чтобы ее предотвратить, местные жители подали заявку на сайт Центра обращения граждан. Просят как можно скорее провести ремонт памятника архитектуры 1883 года постройки. По адресу улицы Садовая 3 находится жилое здание, памятник архитектуры, где угловой балкон находится в аварийном состоянии. Возможно, падение лепнины или разрушение самого балкона. Что представляет угрозу для жизни людей? Прошу. Первое. Отремонтировать основание балкона, при этом не утратив архитектурных элементов и лепнины. Второе. Дать ответ в установленный законом срок. Горожане возмущены состоянием одесских фасадов. Говорят, под домами ходить страшно, а обойти опасные участки не всегда есть возможность. Это опасно на людей. Вообще нет защиты. Есть только так. Это что защита? Я стою тут, я каю сигарет, вообще упал. Кто виноват? Надо эксплуатировать, и не надо ждать, как упадет дом масон, там упал. У нас просто еще и тротуары такие, что не везде можно отойти подальше от домов. Очень некрасиво здесь, очень опасно ходить. Я каждый раз иду и смотрю на него. Это не только здесь. По всему городу есть такое. Особенно возле моста, в городе Греческое. Очень много таких, очень много. И я не знаю, почему никто не обращает внимания на это. Я постоянно хожу с детьми, с детками, вижу, люди ходят и все вот так устраивают. Огрождают красными ленточками и все. Напомню, совсем недавно в одном из коридоров дома на Большой Арнаутской 99 упал потолок. Чудом, никто из жителей памятника архитектуры не пострадал. 14 июля в Одессе начнется восьмой международный кинофестиваль. В этом году организаторы получили 911 заявок из 81 страны. Две украинские картины попали сразу в две номинации. Кроме того, в рамках конкурса пройдет ретроспектива украинских фильмов. А на Потемкинской лестнице впервые покажут французское кино. Организаторы обещают еще больше локаций и ночные показы. В этом году Одесский кинофестиваль пройдет в Зеленом театре. Площадка сможет вместить до 5000 ценителей киноискусства. В основной конкурс отобрали 12 полнометражных фильмов, лауреатов лучших кинофестивалей. Это семейные драмы, триллеры и дорожное кино. В национальный отбор прошли 6 полнометражек и 17 картин короткого метра. Кроме этого, второй раз в Одессе пройдет конкурс документальных фильмов. Это будет почти 120 картин. Мы еще финализируем количество. В прошлом году это было 114, то есть снова взрослый. Все эти 120 картин пройдут на больше, чем 500 показах. На всех партнерских локациях в Одессе. Будет еще несколько новых локаций, которые мы подключаем. Будут ночные показы. Оценивать фильмы будет немецкий режиссер Кристиан Пиццольд. Кроме него в состав жюри войдут актриса Рима Зюбина, кинокомпозитор и создатель саундтреков к фильмам Малавита и Незламна Евгений Гальперин, звезда «Игры престолов» Сибель Кикилли и президент Трансильванского кинофестиваля Тудор Джурджу. Главным в жюри украинских работ будет Эйдан Тенер. Зирка фильма «Хоббит», сериала «Полдерак Тюдори». Также Эйдан стал обличчем промо-ролика Одесско-международного кинофестиваля 2017-го. Разом с ним оценивать стрички будет Шарль Тессон, арт-директор секции Каннского кинофестиваля «Тиждень кинокритики». Специальным гостем конкурса станет режиссер Агнешка Голланд. Она представит свою работу «След зверя». Кроме этого, 15 июля Одесситов ждет сюрприз под сопровождение оркестра и вокалистки. В первом, может быть, за 8 лет в истории Одесско-международного кинофестиваля на Потемкинских сходах мы покажем французский фильм. До этого часа мы никогда не показывали французский фильм. Было и другие, но не было французского. «Дамское счастье». На фестивале покажут ретроспективу украинских фильмов «Нежный возраст». В нее войдут «Долгие проводы», «Муратовой», «Ночь коротка», «Беликова» и другие. Фестиваль пройдет с 14 по 22 июля. Татьяна Милимко, Олеся Повар, Юрий Юрченко, 7 канал. А сейчас, как и обещали, возвращаемся к новости о бойне на французском бульваре. Все подробности смотрите далее в сюжете. Французский бульвар, 9 утра. Здесь скорая и несколько нарядов полиции. На лужайке сидят двое мужчин. Они только что устроили настоящую бойню. Они гоняли всех людей и брали камни в руки. Ну, все, что попадало под руку, били люди. Я выбег, чтобы позвать подкрепление, короче. Ну, позвал и сидел хлопец там, короче, ну, плитку такую ложил. Ну, никого не трогал ничего. И эти два бегали за мною и ударили ее ни за что по голове смесителем для штукатурки. По словам очевидцев, двое молодчиков били всех подряд и были крайне неадекватны. В качестве оружия они использовали металлические пруты, кирпичи и тротуарную плитку. Одной из жертв нападения они проломили голову. Мужчину увезли в больницу. Я себе работал, как бы не стоял, я сидел спиной к ним. И чувствую удар по себе. И у меня резко пошла кровь. И я обернулся и вижу, что они двое стоят, я резко убежал. Инцидент произошел на территории редакции «Седьмого канала». Сейчас двое нападавших задержаны. По неофициальной информации, у одного из них чемпионский титул по тайскому боксу. В полиции же подтвердили оба парня спортсмены. Отмечу, что при задержании оба парня продолжали вести себя довольно агрессивно. Ты говоришь, что я тебя доведу. Я тебе говорю, что я тебя доведу. Давай, поехали в больницу. Тихо. Отмечу, руки, вы что меня берете? Всего от рук злоумышленников пострадали шестеро людей. Им оказали медицинскую помощь. Что касается нападавших, копы установили. Один из них был в состоянии алкогольного опьянения. Другой сейчас находится в больнице, где продолжает вести себя агрессивно. В причинах конфликта, переросшего в драку, разбирается полиция. Копы будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения обоим нападавшим. В ближайший час будут вырешивать в суде клопотания по обороню запобежного захода. 290 штамм хулиганства, 296 четвертая частина. Отмечу, к жертвам нападения в еврейскую больницу наведалась с угрозами группа молодчиков. Возможно, поддержка нападавших. Такая же ситуация была и в Шевченковском райотделе, где оформляли заявление в полицию. Туда тоже пришла группа неизвестных. Анастасия Кожожко, Кристина Немченко, Ольга Голодова, Константин Гак, Константин Длужневский, Вадим Танкушин, Дмитрий Мондаренко, Андрей Диченко. Седьмой канал. И пока на этом все. Следите новостями нашего канала. Всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. А я с вами прощаюсь до 20.00. Тогда и подведем информационные итоги этого дня. Оставайтесь на седьмом.